итак я сейчас снимаю как некоторые называют неправильный способ замены масла через щуп как это делают на сту чтобы не откручивать поддон не залазить не поднимать просто ставят насос выкачивают и заливают так как я делаю это на жигулях то здесь может играть такую роль потому что пробка заливная внизу стоит не сбоку внизу и вот сейчас мы и проверим я вставил заборной шланг в насос который сделал сам очень просто буквально 3 доллара и у вас может быть такой самый значит подключать его можно двумя способами так тут что-то уже так разогрелась значит дно упер прогрел немножко слилось масло значит подключить его можно или в 12 вольт от батареи или таким блоком питания от какого-нибудь роутера неважно вот в такой разъемчик я поставил чик и 12 вольт может его качать сейчас понятно что нужно будет поменять снять еще фильтр поменять через заливную горловину упер внизу и сейчас включаю и посмотрим чем это все закончится я хочу выкачать полностью а потом еще снять заливную горловину и посмотреть сколько не вылилось какое количество ложка 2 100 грамм сейчас как раз этот вопрос и решим ну вот таким образом я сейчас включаю я включаю подсоединяю к аккумулятору насос включился масло поливоз ждем пока все масло выльется изменится звук насоса должно пройти около 5 минут а сейчас я пока отключаю запись продолжим так ну прошло минуты 3 наверное 5 даже прошло полторы минуты и и вот уже вот такая ситуация он рыбками воздух подсасывает понятно что что-то собралось в шланге в этом что-то назад сольется из шланга но я его вытащу во включенном состоянии поэтому много не останется в шланге ну и уже все ничего не бьется иногда плюется собственно это все минуты три было достаточно что я сейчас сделаю вытаскиваю он тут крюкает вставляю и выключаю выключаю насос все лишнее из шланга чек сейчас сольются сюда назад но вопрос в другом а сколько же осталось масло в жигулях пробка внизу но как бы немножко сбоку вот я и проверю выйдет ли еще немного масло понятно что что-то на дне осталось но выйдет или нет сейчас проверим залезу возьму шестигранник и откручу и так я уже шестигранником сорвал подставил такую небольшую баночку не знаю хватит или нет меня не курс и вручную масло немножко горячего то опа ни одной капли но прямо ни одной капли сухо чтобы убедиться сейчас я вытру в пальцы секунду вот я об смотрите ни одной капли то есть таким способом выбирается даже больше потому что когда я отсюда выливаю потом еще ну час капли потихоньку ни одной капли вот ну кто-то может сказать что я подстроил ну понятно что все можно сказать не подстроил я еще не поменял фильтр не откручивал но суть в чем ни одной капли собственно сами вы делаете вы поступать так или не подписывайтесь на канал думаю что будет интересно и другие видео о автомобилях и ремонте бытовой техники в том числе сделать такой насос очень просто заказал поставил и все а это шланги силиконовые из магазина они бывают белые бывают с ней продажи я зашел только синий подписывайтесь на канал увидимся на канале всего доброго вот такое простое решение за пять минут можно не платить никому и не снимать поддон если у вас защита допустим большая у меня на шкоде октавии там такая защита что просто так не снимешь не доберешься планировал люк не люк окно вырезать в поддоне чтобы не заниматься всем этим но оказалось вот такой метод намного эффективнее увидимся